YouTube. Платформа, куда скапливаются видео со всего мира. Некоторые могут вас размешить, другие могут вам дать какую-либо информацию. Но сегодня я вам расскажу про нечто странное, что отличается от обычных видео по Грисмод. Недавно я наткнулся на канал Classic Jam Videos, и название этого канала точно отображает, что находится на нем. Это архив старых видеороликов Грисмод, а если точнее, архив Грисмод 9. Половина из этих роликов ничем не примечательны, только некоторые видео сломаны. Но одно видео отличается от всех остальных. Оно называется Game Graveyard Creepy Secret Room Tutorial, и оно было выложено 27 августа 2019 года. Само видео на первый взгляд ничем не примечательное, но в конце, в конце мы увидим, как игрок идет по коридору, и на секунду успеваем заметить силуэт. После чего, видео ломается, и появляются артефакты. Сам автор канала говорит, Это все похоже на какой-то VHS сериал в Грисмоде. Но тогда, почему других видео такого плана нет? Все остальные видеоролики на его канале выглядят обычными и совершенно безовидными. Есть еще и, предположительно, второй канал этого автора, Gmod 9 Fun Reuploads. Возможно, он же и основной, так как был зарегистрирован на год раньше Classic Dream Videos. Давайте разберем все видео этого канала по отдельности. На вид очень старой машиньма по Грисмод 9, но только оно сломано. И в один момент, а именно в конце, когда случается та ошибка, можно увидеть пугающий силуэт. Хотя, возможно, это поредалия. Но чем больше роликов мы будем разбирать, тем больше мы будем в этом сомневаться. Это тоже туториал по постройке ловушки. Конечно, зачем она ему в синглплеере? Вскоре мы это узнаем. Видео по стандарту кажется обычным, но в конце игрок что-то замечает в темной комнате. Опять появляется этот нагнетающий шум и видео обрывается. Я знаю, многие, наверное, скажут, что это видео доказательствами снова. Но нет, это что-то другое. Первый Junk Footage. На этом видео мы можем увидеть, как игрок делает освещение для темной комнаты, заметно ее остерегаясь. В конце он все же решается от этого пойти, но опять что-то замечает и убегает из темной комнаты. Второй Junk Footage. Тут игрок просто делает много зомби и убивает их. Но если присмотреться, можно что-то увидеть в дверном проеме. Какую-то черную фигуру. Но скорее всего это фигура жителя Сити-17, о которой мы узнаем точнее чуть попозже. Все же, это точно не G-Man, так какого чемодана у фигуры нет. На этом видео мы видим какой-то ритуал. А о том, кто используется на ритуале, мы знаем чуть позже. Возможно, это главный злодей сериала. Если, конечно, это сериал вообще. Когда игрок завершает ритуал, тело начинает гореть. И снова возникают эти артефакты. Видео обрывается. G-Man is Thirsty. Самое бесполезное видео. Смысл ее нагрузкой не несет. Разве что в конце мы видим, как ужасное шокальное разрешение меняется на довольно четкое. Третий и последний Junk Footage. На этом видео происходит баг. Очень странный баг. Экран мерцает, а звук искажается. После чего игрок смотрит темную комнату. И выходит. Видео заканчивается. А теперь самое интересное. Видео с названием Done. Что переводится как? Сделано. Сначала мы видим, как игрок что-то строит. Предположительно, какую-то комнату. Пока его стол не начинает шататься. Пока полностью не опрокидывается. Игрок смотрит темную комнату. После чего появляется непонятный кадр. Предположительно, на нем мы видим бочку. Или дверь. После чего игрок закрывает ту темную комнату. После чего возникает опять тот самый 25-й кадр. Где мы переносимся в главный меню. Где вдалеке мы можем увидеть чье-то лицо. После чего мы снова переносимся в темную комнату. Где игрок пытается все засыпать взрывоопасными бочками. После чего все взрывается. И мы видим лицо кого-то из жителей Сити-17. После чего мы переносимся на карту. Снова. Игрок идет в ту самую темную комнату. В конце мы видим забаганные текстуры. Видео медленно заканчивается. На самом деле это видео кажется непоследовательным. И скорее всего в конце мы должны были увидеть его лицо. Но по каким-то причинам видео было сломано. В описании этого ролика было написано. Я не помню ничего из этого. Но кажется я понял. На самом деле эти каналы заслуживают большего внимания. Те более G-MOD 9-FUN. Но это еще не все. Есть пару кадров которые я захотел осветлить. По жанру старых постеров Скотта. Вот что у меня получилось. Только одна фотография стоила и этого. На ней мы можем увидеть того самого паренька. Так что теория про то что видео непоследовательное. Подтверждается. На самом деле похоже что видео на канале тоже непоследовательное. На самом деле это дело достойно внимания. Достойно внимания хотя бы в ВИЧС. Это действительно очень интересно. Среди всяких мясных, тени в воде и других. Но 100% надо сказать что это ВИЧС сейчас нельзя. Слишком малая информация. Но все же все склоняется к этому. Что касаемо Classic GM Videos. Вероятно автор этого канала наткнулся на G-MOD 9-FUN. И решил сделать что-то подобное. Или же это был коллаб. Жаль что мы вряд ли этого уже узнаем. Наверное это одно из последних видео по G-MOD. Но по крайней мере пока не появится новая легенда. А как появится. Я обязательно вернусь к этой теме. Со вторым сезоном Тайн G-MOD. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok